Всем привет! Мы рекомендуем вам отличный канал о звездах StarFamily. Самые свежие и сенсационные новости в мире шоу-бизнеса. Самые редкие фотографии звезд из личного архива. Самые топовые факты о жизни знаменитости. Все это вы найдете на канале StarFamily. Ссылка на канал под этим роликом. До того, как Анжелина Джоли стала многодетной матерью и женой одного из самых желанных мужчин, она предавалась любви с моделью и актрисой японского происхождения Дженни Шимицу. И все об этом помнят. В одном из интервью того времени, в 2005 году, Джоли выступила как ценитель женской красоты. «Стройные женщины не в моем вкусе. С тех пор, как я стала встречаться с женщинами, я знаю, как неприятно обнимать палку. Худоба последняя, о чем мечтаешь, выключая свет в спальне». Вот что заявила Дженни, когда ее спросили про отношения с Анжелиной. «Иногда мы ходили в стрип-клубы, а на третьей неделе съемок впервые поцеловались. Мне было 24. Это был пик моей карьеры. Я была дерзка и самоуверена, но я чувствовала, что Анжелина не из тех девушек, с которыми проводишь ночь, а на утро изгоняешь из своей жизни. У нас были чудесные отношения. Мы стали очень близки, испытывали весьма бурные эмоции. С тех пор нас прочно связывает невидимая нить». Том Харди. О нем мечтают многие девушки, но он оказался не таким уж и натуралом. У него были отношения с девушками, он был женат, у него есть сын. А в 2014 году он сделал предложение актрисе Шарлотте Райли. В одном из интервью Том признался, что у него были отношения с мужчинами. «Я же актер, я обожаю форму, материальное тело. Но сейчас, когда мне за 30, все это меня мало интересует. С экспериментами я закончил. Но могу лишь заверить вас в том, что отношения с мужчиной могут очень многое предложить». Солистка Black Eyed Peace Ферги, которая когда-то была счастлива в браке с актером Джошуа Дюанелем, любит вспоминать в интервью о том, что когда-то крутила романы с красавицами своего пола. «Не буду скрывать, у меня были сексуальные связи с женщинами», – рассказывает она. «Но я никогда не завязывала с ними длительных отношений. Я восхищаюсь женским телом», – продолжает откровенничать Ферги. Эмбер Хёрт. Именно она увела Джонни Деппа у Ванессы Паради. А потом на время бросила его ради французской модели Мари Девильпен. Вместе девушки появились на публике, как пара, на вручении кинонаград «Золотой глобус» в январе 2014 года. Тогда же в СМИ появилась информация о помолвке Эмбер и Мари. Актриса призналась, что источником ее вдохновения в признании в своей бисексуальной ориентации была Анжелина Джоли. Анжелина – это невероятный пример, просто удивительная сила для принятия такого решения. Я думаю, что она говорила о том, что является бисексуалкой честно, за что я ее и люблю. Ведь молчание об этом может быть разрушительным. Мика. Про известного английского певца и музыканта. Ходили разные слухи. Публике всегда была интересна его настоящая ориентация. Прежде чем обсуждать мою ориентацию и секс, послушайте мои песни. В них же это кругом сквозит. «Сексуальность – это своего рода одна из главных тем моей пластинки. Если вас так все это интересует, это часть того, из чего родился альбом. Я никогда не навешивал на себя ярлыки. Я бы сказал, что никогда не ограничивал себя в жизни. Никогда не ограничивал себя в том, с кем я сплю. Спрашивайте все, что вам угодно. Если вам нужен какой-то термин для того, чтобы меня определить, называйте меня бисексуалом», – заявил певец. Не скрывает свою бисексуальность и звезда хита «Алехандро» «Леди Гага». В одном из интервью «Роллинг Стоун» она открыто рассказала о том, что ее привлекают не только мужчины, но и женщины. «Я люблю секс, и мне не важно, какого пола мой партнер», – уверяет она. «Вот только мои бойфренды этого не понимают. Они пугаются того, что мне нравятся и женщины». Узнав об этом, они начинают чувствовать себя не в своей тарелке. Ноют, что нам хорошо вместе, и третья в наших отношениях совершенно не нужна. Дрю Берримор Актриса считает, что если женщины дружат, то между ними проскальзывает некая искорка влюбленности, которая может перерасти в нечто большее. «Я понимаю, когда женщины влюбляются друг в друга, в самой глубокой женской дружбе всегда есть физическая влюбленность. И если вы спросите, нравится ли мне женщины, я отвечу «да». Волнуют ли они меня в сексуальном плане? Да, я лично уложила к себе в постель ни одну из них. Но вот построить с девушкой серьезные отношения у меня не получалось. Может быть, потому что для этого больше подходит мужчина». Линдси Лохан После громкого романа с диджеем Самантой Ронсон, бисексуальность самой плохой девчонки Голливуда не вызывает сомнения. «Мне одинаково хорошо и с мужчиной и женщиной», не скрывает Линдси, которой ранее приписывали романы с актером Айроном Картером и моделью Каллумом Бестом. «Я не лесбиянка, я люблю людей и мне не важно, какого они пола. Если сегодня я сплю с женщиной, это не значит, что завтра я не выберу мужчину». Джеймс Данкан Бывший участник популярного британского бойс-бенда Блю не раз признавался, что он открытый бисексуал. У него есть дочь от бывшей подруги, а также было множество романов с девушками-звездами. Однако в 2009 году в интервью одному из издательств он признался в своей бисексуальности и в том, что у него были длительные отношения с парнем из подтанцовки. «Мне он действительно очень нравился, но я не мог в этом никому признаться. Мы могли встречаться только тайком, в отелях или еще где-нибудь. После этого я названивал ему как параноик и все время спрашивал, «Ты никому не рассказал?» А он меня успокаивал. «Я не собираюсь никому говорить, я же тебе обещал». Отношения с парнем у Данкана закончились, когда он встретил любовь всей своей жизни в лице девушки. Мишель Родригес У этой актрисы в личной жизни бушуют настоящие страсти. В разное время она встречалась с Вином Дизелем, Оливьем Мартинисом, а недавно рассталась с Заком Эфроном. В 2005 году ходила информация, что Мишель встречалась с актрисой Кристианой Локен. Однако сама актриса этот слух не подтверждала. Но в 2006 году в интервью журналу «Космополитен» Родригес призналась, что имела эксперименты с обоими полами. Окончательно о своей бисексуальной ориентации Мишель заявила в 2013 году. Я иду в обоих направлениях. Я делаю, как мне нравится. Я слишком любопытная, чтобы остановиться. Я не могу не воспользоваться возможностью побывать в двух лагерях. Мужчины меня интригуют, но то же самое делают и женщины. После своего признания Родригес начала отношения с топ-моделью Карой де Левинь, которую потом променяла на Зака Эфрона. С кем теперь будет встречаться Мишель, покажет время. Синтия Никсон, звезда сериала «Секс в большом городе», была замужем дважды. В первый раз она отправилась под венец под руку с мужчиной. Сейчас же она живет в счастливом браке с женщиной. Синтия причисляет себя к бисексуалам и уверена, что в отношении ее ориентации существует слишком много предрассудков. Никто не любит бисексуалов, их постоянно охаивают. Нас почему-то совершенно не уважают, говорит Синтия. Брайан Молко Я не гетеросексуал и не гомосексуал. Я сам секс. Одинаково привлекательный как для мужчин, так и для женщин. Лидер группы Placebo не устает подкидывать таблоидам новые откровения. Лесбиянка в мужском теле, как сам Брайан, любит себя называть. Не стесняется целовать во время выступления своего гитариста. И в то же время заигрывает с поклонницами. Если каждый раз, заходя в комнату, думать, здесь каждый меня хочет, делится советом музыкант, то и в самом деле тебя все захотят. Все зависит от ваших мыслей. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok